15 октября 1900 года в Самарском окружном суде слушалось дело по обвинению братьев Девятовых Павла и Михаила в грабеже без применения насилия. Обвиняемые сидели из-под лобья, глядя на судей и обвинителя. Здесь же в зале находился и ставший жертвой грабителей слепой старик, который мелко трясся, переговаривая «И не в часах дело, родные мои, страху я натерпелся от этих супостатов. Вот что обидно-то». Вы палку мою не видели? Кажись, кричат. Почем часики? Эх, супостаты, несчастного обидели. Одного за другим для дачи показаний приглашали свидетелей обвинения и защиты. Выступали защитник, товарищ прокурора, обвиняемые. Одни детали оказывались все более и более прозрачными, другие представлялись совсем не такими, какими они казались раньше. Постепенно сложилась примерно следующая картина. 15 мая 1900 года слепой старик Пименов вышел из вагона конки возле Троицкой площади и без провожатого один пошел домой. По дороге он заблудился, выронил палку, упал, расшиб коленку. В этот момент сзади к нему подошли какие-то молодые люди, подняли под руки и повели к навесу для найма прислуги, находившемуся на площади. Троицкая площадь была пуста, чуть в стороне белел храм, а здесь стояли лавки, возле которых лежали рыбьи головы и кружили мухи. Навстречу старику и поднявшим его парням шаткой походкой прошел некто в сдвинутом на бекрень картузе. Брезгливо осмотрел старика, плюнул презрительно, мол, не можешь пить, не пей, вот я хоть литр еще выпью и не в одном глазу. А дальше дело разворачивалось так. Добровольные помощники довели старика до навеса, усадили его на лавку и собрались идти своей дорогой. Но здесь один из них заметил, что старик стал вынимать из кармана часы и ощупывать стрелки, чтобы определить, сколько времени. Время было 9 часов вечера. Старик высморкался и приготовился убрать часы в карман. Но в этот момент молодые люди вырвали их у него, мол, что это у тебя, а ну давай сюда. Было ваше, стало наше. Старик поднял крик, на который прибежал ночной сторож. Хе-хе-хе-хе-хе-хе КОНЕЦ 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 Мещанин Потапов работал сторожем второй месяц. Но единственная лошаденка сдохла, а на другую скопить денег так и не удалось. Пришлось отправиться в город. Снял угол, поступил на службу ночным сторожем. Оно вроде бы дело не так, чтобы особенно тяжелое. Холода закончились, а летом ночи короткие. Только заступишь, а там, глядишь, уже и утро. Потапов обходил свой участок, изредка стуча в колотушку. Дескать, вот я, несу свою службу. Где-то за панской надрывались собаки. И чего это они там, думал сторож. Вечно эти собаки лают так, что душу наизнанку выворачивают. В это мгновение сторож и услышал крик, который раздавался со стороны навеса. Услышав крик, сторож вначале не обратил на него внимания. Мол, пьянь какая-нибудь. Но прислушавшись, ясно различил, что звали на помощь. Караул, помогите, грабят. Потапов бросился к навесу, но увидев рядом со слепым стариком здоровенных парней, не решился встревать в дело и отправился за городовым. А явившись вместе с городовым, сторож обнаружил следующую картину. На скамейке, матерясь и кашля, сидел слепой старик. Добиться от него чего-нибудь вразумительного было почти невозможно. Так как на все вопросы он лепетал что-то сбивчивое про палку и часы. Мол, палки нет, часы вырвали, ирды проклятые, не посмотрели, что калека. Само собой разумеется, пока сторож бегал за городовым, грабители скрылись. Еле-еле добившись от старика, где он живет, сторож повел его домой. Ноги слепого заплетались, он почти висел на руке поддерживающего его сторожа. Но когда дошел до своего двора, почувствовал себя увереннее и сказал, мол, ступай, мелок, домой. Здесь я у себя дома. На другой день старик со сторожем пошли по Троицкой площади искать часы. И нашли их у торговца Василия Ступальского. Который стал божиться, что купил часы у братьев Михаила и Андрея Девятовых. Старик заявил в полицию, и братьев задержали. На предварительном следствии Девятовы объяснили, что часы они нашли. Мы возвращались вечером, увидели в кустах что-то блестящее. Глядь, часы. Ну, им-то эти часы без надобности. Вот они их и продали. Почти за здорово живешь. Старика же они не только не грабили, но и в глаза не видели. Так, подпишите. Это еще не все. Вам придется повторить это на очной ставке. Введите арестованного. Здравствуйте. Садитесь, Крабыч. На суде Девятовы подтвердили свои показания, данные на предварительном следствии. Мол, часы они нашли в кустах неподалеку от навеса для найма прислуги на Троицкой площади. А Пименова они не грабили и виновными себя не признают. И ежели ваша воля будет наказать нас отниманием свободы, то Бог милосердный он все видит и такой несправедливости не допустит. Потерпевший Пименов рассказал, как его ограбили. Мол, шел, никого не трогал, да и кого я могу тронуть по причине слепоты и слабости. Потом упал, расшиб коленку. Тут меня подняли под руки, повели, посадили на скамью, вырвали часы, ударили. Девятовы? Конечно, девятовы. Часы-то у них были? Нет, видеть я их, милые мои, не видел. Так что, может, и не они, кто их знает. Свидетель, ночной сторож Потапов, тоже не мог сказать ничего определенного. Дескось, видел каких-то этих или не этих, этого не знаю. Напуган был, побежал за городовым. Да и темно было. Так что, вы уж извините, утверждать не буду. Не хочу брать греха на душ. Другой свидетель, Журавлев, сказал, что видел, как Пименова вели какие-то молодые люди. В одежде вроде бы булочники. Но вот они ли? Нет. Пойди их разбери. Я ведь, честно говоря, выпимши был. Истрактиры шел. Так что для меня, что поп был, что дядька. Хотя у того вон морда, кажись, похожа. Слово для выступления взял товарищ прокурора, который указал на то, что показания сторожа соответствуют показаниям обвиняемых. А свидетель, Журавлев, узнал в молодых людях булочников, что соответствует действительности. А значит, можно считать вину девятовых доказанной. Ну уж нет, возразил обвинению защитник. Позвольте мне не согласиться с господином товарищем прокурора. Хочу обратить внимание и суда на то, что никто из свидетелей не узнал в моих подзащитных совершителей преступления. Ведь могло получиться так, что преступление совершили другие люди, которые бросили часы в кусты возле навеса для найма прислуги, где их и нашли девятовые. «Может ли быть такое?» – спрашиваю я каждого присутствующего в этом зале. И сам же отвечаю на этот вопрос. «Может». На этом прения сторон завершились, и присяжные удалились для принятия решения. А явившись вновь, вынесли булочникам девятовым оправдательный приговор. Девятовых освободили прямо в зале суда, а несчастный слепец, когда до него дошло, как и что только призрительно плюнул себе под ноги, мол, эх, вы ищейки, искали-искали, а найти не смогли. Впрочем, и то хорошо, что из-за меня невинные страдать не будут. С вами был Михаил Перепелкин. Одежда ведущим предоставлена сетью магазинов «Остин». «Остин»